Сегодня глава республики познакомился с планами развития нового города. В микрорайоне уже приступили к строительству школы. Объект возводят по нетипичному проекту. Это будет самая большая школа в городе на 1600 мест. Строительство началось в январе и работы в самом разгаре. Сдать объект рассчитывают к столетию республики. Пока же детей закрепили в ближайших от нового города школах. Это временные неудобства. Глава региона отметил, что от намеченного графика строители отставать не должны. По плану уже зимой начнутся отделочные работы. Сейчас подрядчики возводят четвертый этаж и прокладывают инженерные сети. Надо правильно сейчас комплексно оценивать, даже с учетом изменения проектно-смендокументации, подготовить эту школу с элементами цифровизации для наших детей. Чтобы здесь каждый пятый был настоящим умным человеком мирового уровня. Школу возводят в рамках приоритетной программы. На строительство объекта в бюджете заложили порядка 900 миллионов рублей. Все делометы для тех детей, которые здесь живут. Район, микрорайон развивается очень быстро. И многодетные семьи, и малобеспеченные семьи по нашим государственным программам получают жилье. Кладку завершаем. Металлоконструкция заказана. По всем четырем блокам завершаем кладку. Там металлоконструкция, сайночьи панели. А кладка будет завершена здесь. Младшая группа, административные блоки, старшая группа. Или планируем завершить полностью. Кроме учебных классов, здесь намерены оборудовать мастерские, группы продленного дня и актовый зал. Рядом со школой уже возводят спортивный комплекс. В проекте бассейны, футбольное поле, волейбольная площадка, а также хоккейная коробка. Заниматься физкультурой здесь смогут и жители микрорайона. Тренироваться нужно где-то будет. Здесь будет кросс бегать. На лыжах, на том, на всем. Здесь площадка спортивная есть. Просто нужно, чтобы она была до 10 часов вечера занята или детьми, или жителями района. Загрузка. Если всем сообщать, чтобы именно она работала функционально и хорошо. Глава республики отметил, что новый город – пример той самой комфортной среды, о которой так много говорят в последнее время. В микрорайоне обустроены бульвары для прогулок, велодорожки. Этим летом здесь намерены открыть и детский сад. Ожидаемо, что за последние годы здесь вырос и спрос на жилье. Вырос новый город в городе Чебоксары. Мы же не для себя делаем. Мы с учетом просьб горожан делаем. Не просто так, просто детский садик вводим. Мы повышаем индекс городской среды. И квадратные метры по стоимости, они сегодня соответствуют рыночной цене. И с этой точки зрения хочется пожелать дальнейших успехов в нашей совместной деятельности. А жителям хочется пожелать улучшать только социальное самочувствие. Улучшится в разы и транспортная доступность. Сейчас в новом городе прокладывают троллейбусную сеть вокруг всего микрорайона. Михаил Игнатьев проинспектировал работы. Люди тем более ждут этого момента, когда будет первый троллейбус. И когда они без больших проблем на общественном транспорте могут доехать, уехать. Экологический вид транспорта тем более. Под санкцией запитано, но еще пока не включили электричество. Потому что чуть-чуть сыровато. Первые троллейбусы начнут курсировать от нового города до северо-западного района столицы. Открыть движение намеренное ко дню республики. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Республика.